Ученики старших классов сегодня проявляют свои знания и умения в военно-спортивных дисциплинах. Собрать и разобрать оружие, не выйти за рамки отведенного времени на эстафету для них – приоритетная задача, тем более, что соперник серьезный. Мы готовим преодолевать все трудности. И сами прошли эту армию, и мы их настраиваем на то, что служба будет нелегкой, поэтому надо готовить себя физически и ко всем экстремальным ситуациям, так сказать, выполнять все виды упражнений, которые необходимы для службы в армии. Больше 10 лет дивизион пограничных кораблей сотрудничает со второй школой. Ежегодно участвует и команда служащих в военизированной эстафете. Для наших ребят это является таким стимулом попробовать по здоровым таким спортивным задорам посоревноваться с более младшими коллегами. Понятно, что у нас немножко один уклад в физической подготовке, направление у них другое. Есть такое стремление победить, но если не побеждаем, а такое тоже часто бывает, школьники все-таки здесь очень хорошо подготовлены. Поэтому здесь главное участие и дружба. В прошлом году школьники стали победителями в подобных состязаниях. На этот раз, говорит Никита, ученик 11 класса, победу без борьбы тоже не готовы отдать. Тем более, что в команде участники все со спортивной подготовкой. Слаженность коллектива, слаженность команды, коллективно все делаем. Давно в спорте, уже привык к этому ко всему. На разных этапах в ходе состязаний вперед выходили обе команды, но завершился спортивный праздник победой команды второй школы. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.